Ну что же, доброе пятничное утро, дорогие братья и сестры и сочувствующие. Первая Петра, сегодня пятая глава, и у нас с вами шестой, седьмой стихи. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас свое время. Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Сейчас, вчера, разбирая пятый стих, мы с вами обозначили принцип. Здесь вот написано в конце пятого стиха, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Это принцип, по которому Бог действует с нами, гордым противится, а смиренных заботится каким-то особенным образом. И шестой стих, естественно, из него вытекает. Петр делает как бы вывод. Итак, мы обозначили принцип, а теперь наши действия по отношению к этому принципу. Вообще, это хорошая тема, что, видя в Библии какой-то принцип, какую-то идею, мы не складываем ее в копилку памяти, или там, в копилку нашей, да, памяти, эрудиции, считая, что, ну да, вот мы узнали такой прекрасный принцип, вот какая Библия хорошая книга, правильная, вот очень-очень-очень ценная и так далее. Правильное отношение – это когда мы видим принцип и его применяем. То есть, что мне с этого, как я должен реагировать на это. Обещание ли это, которому нужно верить и в моей жизни применить. Принцип какой-то, дело какое-то, которое нужно оставить, привычку или грех, или что-то подобное. И вот здесь мы видим, что я, то есть, если Бог дает смиренную благодать, значит, мне нужно смириться под крепкую руку Божью. То есть, мне самому нужно смириться. Что это значит? Смириться под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время. Ну, на самом деле, правда в том, что слишком много забот у нас происходит от несмирения. И говоря о заботах, конечно же, я не имею в виду в магазин сходить, кашу сварить, ребенка в школу собрать, на работе какое-то дело сделать. Это не такого рода забота, я имею в виду. Забота, я имею в виду, то, что тяготит нас внутри. Потому что все вот эти вот вещи, которые я перечислил, ну, это просто часть жизни, мы никуда от этого не денемся. Я не могу попросить Бога, возложить на Бога необходимость поставить чайник и сделать чай. Ну, это как-то глупо даже звучит. Вот, это не забота, это просто жизнь, наше обычное течение жизни. Вот, а вот заботы, о которых говорит Писание, все-таки это то, что именно нас в душе тяготит. И на самом деле, если посмотреть в наши сердца с вами, то многое мы там найдем интересного. Ну, так вот, если честно, один на один. Я, только я и Бог, только мы и Бог. Поговорить, посмотреть в свое сердце. Найдем много всего интересного, что именно нас заботит. На самом деле, перечень, вот так вот, если перечислять, делать перечень каких-то человеческих забот, ну, таких вот глобальных, серьезных таких вот, да, он не будет велик, не будет слишком большой. То есть, понятное дело, что есть разнообразие применений, но, в принципе, все сводится к простым и понятным вещам. То есть, если ты молод, там, буду ли я любим, да, будет ли у меня семья, там, и так далее. Будут ли у меня дети, будут ли дети здоровые, и так далее. Высчет, выздоровеет ли мой, там, ребенок, если болеет, или, там, выздоровею ли я, если болею. Буду ли я богатым, а очень, непонятно, а очень хотелось бы, да. Смогу ли я, там, отомстить, и так далее, и так далее. Смогу ли я быть принятым, ну, то есть, что-то сделал значительное, да, это больше для мальчиков, что-то сделал значительное. Буду ли я любим, любима, это для девочек, конечно же. То есть, все, ну, многие вещи сводятся к очень простым вещам. Любовь, богатство, здоровье. Ну, может быть, еще какие-то, да, ну, там, личные взаимоотношения, да, месть или какая-то обида нереализованная. А не прощение какое-то. Ну, не так много их, на самом деле. Вот если рассудить, вот, посмотреть наши амбиции, желания, они сводятся вот, 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 к небольшому количеству вещей. И вот Писание их убеждает нас возложить на Господа. Почему? Почему? Ну, есть вещи греховные, которые, на самом деле, не, ну, как, не то, чтобы нужно их возлагать на Бога, да, их нужно просто отбросить от себя, потому что это грех. Вот, например, там, желание мести, какой-то обида, ненависть, которую мы копим в себе, зависть, зависть или, там, желание. Какого-то, там, богатства несметного. То есть, все вот эти вот амбиции, там, я хочу быть лучше, там, ну, амбиции, не здоровые амбиции, когда мы стремимся к лучшему, а амбиции нездоровые, неправильные. Вот, то есть, вот эти вещи, в принципе, нужно отбросить от себя, потому что это грех. И просто здесь нужно принять Божье прощение и Божью заботу о нас, что нам не нужно это носить в себе, нужно это выкинуть, просто отбросить. Есть заботы, которые, на самом деле, вот, нас тяготят, которые, в принципе, нормально их желать, вот, как я уже говорил, буду ли я принят, буду ли я любим, любима, будет ли у меня все хорошо, у моих детей, там, буду ли я здоров или не буду здоров, там, вот. Вот, ну, вот такие моменты. Да, у нас они тяготят, но это то, что находится в руках Бога. Наше будущее, наше настоящее находится в руках Бога, и мы не можем сами починить свою жизнь. Мы не можем, да, люди предпринимают попытки, понятное дело, они там всячески говорят себе, ты сам давай, там, туда-сюда, вот, беги, стремись, лети, мечтай, там, ну, вот эти все лозунги. И, ну, давайте будем честны, как я часто говорю и очень часто говорю, ну, давайте будем честны между самими собой хотя бы, да. Вот мы не можем прыгнуть выше головы. Да, есть вещи, когда Бог творит невозможное через человека, но это происходит не в тех областях, которые человек хочет. Бог творит великие чудеса через людей. То есть, там, и больные исцелялись Петром Павлом, ну, и прочими людьми, да. Там, Билли Грэм собирал там стадионы, и за ручку с президентами здоровался, проповедуя им Евангелие. То есть, он действительно был великий человек, но, опять-таки, не то, чтобы он... Ну, это не тот путь, который люди обычно хотят видеть у себя, да. То есть, Бог творит великие вещи, но не такие, какие хочет человек. Вот, да, люди получают исцеление, опять-таки, но... Ну, в общем, мы понимаем, что... Ай, сбился с мысли. Да. Мы понимаем, что, на самом деле, сам по себе человек не многое может. Не надо привозить примеры мне, там, Илонов, Масков всяких там, и прочее. Вот. Я не считаю, что это, там, что-то такое великое и прекрасное. Это обычное просто вот такое бултыхание в человеческих... В человеческих страстях, похотях и так далее. Да, Бог через нас может сделать великое и может сделать невероятные вещи. Но сами по себе мы, без Бога, не очень-то сильны. И даже та сила, которая у нас есть, она тоже от Бога. Вот убери здоровье сейчас у любого из нас. Убери здоровье. И что мы сможем сделать, да? Опять-таки, не нужно говорить мне про вот этого физика, который, там, и без здоровья нормально, там, творил и так далее. Он творил ровно столько, сколько Бог ему позволил творить. Открыл ровно столько, сколько Бог ему позволил открыть. Поэтому смиритесь под крепкую руку Божию. Да вынесет вас в свое время. Ну, что, значит, вознесет? То есть, некоторые люди думают, ну, такую схему предлагают сами себе и Богу. Ну, да, хорошо, Бог, я сейчас смирюсь, я вот буду молиться и так далее. Но ты уж, пожалуйста, ответь мне, да? Ты вот там сделай меня богатым или там счастливым или каким-нибудь великим, знаменитым. Кстати говоря, даже верующие подвержены этой маяте сделать вот что-нибудь великое. Однажды такому человеку одному, он говорит, Илья, вот меня прямо вот маята, да, вот я. Ну, это известно под названием кризис среднего возраста, он был примерно моих годов. Вот, и вот давай тут мне однажды приступил ко мне. Вот, Илья, вот прям хочется сделать что-нибудь великое, прям такое прекрасное. Прям такой вот, вот жизнь проходит, а я ничего великого не сделал. Ну, я ему говорил, знаешь, дружок, ну, сделай себе памятник красивый на кладбище. Ну, что ты за глупости всякие говоришь? Какое великое? Вот, что ты от меня хочешь? Вот, причем он приступал ко мне, там, чтобы он, ну, у него великое имелось в виду что-нибудь такое, вот там, альбом выпустить, там, платиновый диск, такое что-нибудь музыкальное великое сотворить. Вот, поэтому я и позорился такую шутку. Понимаете, даже верующие бывают подвержены такой маяте, вот мне непременно надо сделать что-то великое, след оставить на земле. Ну, это же просто все, да? Господь вознесет вас в свое время, но только это произойдет, скорее всего, не так, как мы хотим. Возможно, да, Бог исполнит чью-то мечту, и он будет великим, там, каким-нибудь, человек что-нибудь такое сделает значительное, но опять мы этого не знаем. Мы просто возлагаем заботы на Него, и вознесет вас в свое время. Однозначно это вознесение будет, ну, и величие, и прославление однозначно будет в Божьем Царстве. Это не пустые слова и не пустая надежда. А как это произойдет на земле, ну, все заботы возложите на Него, ибо Он печется о вас. Вот здесь очень важный момент, и момент революционный для тех людей был. Потому что в греческой культуре, вот, в самых лучших религиозных проявлениях, Бог или Боги, ну, как маленько были добры. Ну, что-нибудь они такое сделали, хорошее. Но чтобы Бог заботился о людях, чтобы Он вот прям, чтобы Боги или Бог непрестанно заботился, это что-то было, что-то с чем-то, это было нечто невероятное. А наш Бог таков, Он заботится о нас. То есть, смотрите, нам не нужно носить в себе этот груз забот, важно их отдать Господу и смириться. Смириться с чем? Смириться, на самом деле, с тем положением вещей, которые есть сейчас. Смириться с тем, кто есть я сейчас. Вот я там, например, вот такой сякой, мне там 45 лет, а не какой-нибудь там 18-летний подросток или там умудреный опытом какой-нибудь великий гражданин, там, Филиппин. Ну, я ушучу, конечно, нутрирую. Вот, то есть, понимаете, с тем, что есть. Вот у меня такие-то волосы, такие-то глаза, вот, такое-то здоровье, такое-то состояние, такие-то, ну, такие-то дары, таланты дал мне Бог, а других не дал. И нам важно двигаться вот в том, что мы имеем от Господа, а не в том, что мы не имеем. Понимаете, многие люди совершают ошибку, они начинают маяться и страдать от того, что они не имеют. Пренебрегая тем, что уже есть, и не развивая то, что Господь дал. Вот это вот большая ошибка. Ведь смирение это и есть в том числе, когда мы просто принимаем от Господа тот путь, то положение вещей, которые Он дал, и двигаемся вот в этом. Используем это, развиваем то, что Господь дал, совершенствуем, используем, как вот в притче о талантах. Вот, Бог печется о нас, давайте просто доверимся, заботиться о нас, и поскольку Бог есть любовь, тоже не установлено повторять, то и все действия Его в нашей жизни, это есть любовь, это есть некие проявления любви, и Его забота в том числе. Давайте примем то, как эта забота совершается в смирении, то, как Он заботится. Вот путь Его заботы о нас давайте тоже примем. Отец наш Небесный, благослови нас, пожалуйста, научи нас. Любить Тебя всем сердцем, смиряться перед Того и принимать, и использовать то, что Ты нам даешь, Господь, принимать. С благодарностью и радостью. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok